Здравствуйте! Вы смотрите программу «Губерния. Итоги». Чем же запомнилась минувшая неделя? Что важного и интересного произошло за это время в регионе? Итак, в этом выпуске кто самый богатый глава, руководители муниципалитетов отчитались о доходах. День текстильщика. Сами текстильщики отмечают ударным трудом, как им работается в условиях санкций. И сырный клад. Зачем ивановский фермер закапывает сырные головы? Но начнем выпуск с печального события. В минувший четверг жители региона попрощались с Алексеем Жбановым, бессменным руководителем Союза промышленников и предпринимателей. Коллеги вспоминают его как спасителя текстильного производства и настоящего гения своего времени. Пунктуальный, добрый, справедливый. Каждый вспоминает Алексея Юрьевича как человека, который всю свою жизнь посвятил промышленности родной области. Как в 90-е годы в команде губернатора Тихомирова он буквально спасал производство от полного развала. Природный талант и настоящий эрудит, так его называют коллеги. Как коллега его видел, насколько неординарная личность работает в команде Тихомирова. Видя разрушение текстильной отрасли, а он сам текстильщик, бывший директор и в нити, знает профессионал, знающий проблему человек. Какие только решения ему не приходилось принимать в то время. Союз промышленников и предпринимателей он возглавлял 19 лет. Герман Федорович вспоминает, это был человек совести, который говорил правду в глаза, указывал на ошибки и предлагал свое решение проблемы. Нередко собирался с друзьями и коллегами и в неформальной обстановке. Обязательно по несколько раз в год приглашал их к себе. На панихиду пришли десятки людей, от соседа подачи до экс-губернатора и директора в предприятии. Алексей Юрьевич скончался на 72-м году жизни, за шесть дней до его дня рождения. Денис Воробьев, Дмитрий Добыш, телекомпания Барс. К другим темам. Прения по делу о покушении на убийство мэра Владимира Шарыпова прошли в Октябрьском суде в Иванове. Обвиняемый утверждает, что с главой города незнаком и приезжал в Иваново лечить зубы. Сторона защиты просит признать протокол опознания обвиняемого недопустимым доказательством и оправдать Владислава Станиславского. Подробности из зала суда в репортаже Марины Зениной. В центре внимания события 14 февраля 2019 года. Около 10 вечера Владимир Шарыпов подходил к двери своего дома. В этот момент на него напали. Злоумышленник ударил мэра битой по голове. Глава города оказал сопротивление. Бита сломалась. Нападавший сбежал. На прошлом заседании из обвинения исключили упоминание, что Владислав Станиславский действовал из корыстных побуждений по найму, поскольку этот факт так и не доказали. После переквалификации обвинения Станиславский свою вину по-прежнему отрицает. Говорит, что Шарыпова не знает, никогда не видел, а в город Иваново приезжал, чтобы лечить зубы. По мнению защитника, в связи с этим как такового мотива для нападения на главу города у Станиславского и быть не могло. В доказательствах есть видеозапись. На ней бегущий по парковке мужчина. Однако адвокату непонятно, почему обвинение утверждает, что тот, кто бежит, именно нападавший на Шарыпова. Ввиду низкого качества записи, более подробно разглядеть и описать мужчину не представляется возможным. То есть следователь в этом ракурсе дал объективную оценку. Подчеркиваю, что при визуальном осмотре видеозаписи изображен только мужчина. И описать его более детально, а тем более узнать невозможно по указанной высшей причине. Опознание Станиславского с Шарыповым также вызывает у защиты сомнения. Главе города представили трех мужчин. Нападавший в момент инцидента был в куртке и шапке. Однако мэр попросил всех снять куртки, чтобы оценить их телосложение. На приобщенных протоколах опознания в ход таблицы всех опознаваниях Станиславский ни в чем, ничем не отличался от двух других мужчин. Осанка и телосложение. Что свидетельствует о невозможности опознать лицо по указанным потерпевшим критериям. На повторном опознании в зале суда Владимир Николаевич также сразу указал на Станиславского. Несмотря на то, что он был без шапки, бороды и в маске. Кроме того, следователи описывают место нападения как темное и указывают, что в тот вечер шел снег. На фрагменте биты номер один обнаружен только пот, который произошел от самого потерпевшего Шарыпову. При этом каких-либо следов, в том числе биологического происхождения от Станиславского и иных лиц, на бите не обнаружено. Адвокат также упомянул, что приехавший на место инцидента водитель главы города не заметил, что у него были телесные повреждения. А согласно характеру травм, они вполне могли быть получены ранее на тренировках. Прошу признать протокол опознания 21.03.19 и опознания потерпевшего Шарыпову после неиславства в судебном состоянии, допустимое докатывание. А правда, что неиславство Владислава Леонартов ведут неприсчастность к совершению указанного преступления. Следующее заседание по делу состоится во вторник. Суд выслушает последнее слово обвиняемого. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Главы городов и районов опубликовали сведения о доходах за прошлый год. Чем богаты руководители муниципалитетов в Ивановской области в материале Татьяны Прокопенко. Самым богатым оказался глава Заволжского района. За прошлый год он задекларировал более 7 миллионов 700 тысяч рублей. За год его доходы выросли почти на 6,5 миллионов. Это может быть связано с продажей дома. Собственностью у него осталась квартира и Ауди Ку-7. Следом идет глава Комсомольского района Ольга Бузулуцкая. Ее годовой доход 5 миллионов 800 тысяч рублей. Почти на 3 миллиона рублей выше, чем в предыдущий год. Это связано со вступлением в права наследства. В собственности доля в квартире и два земельных участка. Мэр Иванов Владимир Шарыпов расположился на третьем месте по уровню доходов. Он получил примерно 3 миллиона 200 тысяч. Имущества нет, но у двоих детей в собственности квартира и дом с земельным участком. Примерно такой же годовой доход у главы Родниковского района. Разница с ивановским городоначальником в тысячу рублей. Владеет пополам с супругой, домом и землей. Замыкает пятерку лидеров глава ШУИ Наталья Корягина. За прошлый год она задекларировала доход в размере 3 миллионов рублей. Собственностью у нее дом, квартира, два земельных участка и торговый павильон. Годовой доход главы Ивановского района чуть больше 2 миллионов 600 тысяч рублей. Имеет автомобиль Volkswagen Tiguan. И в общей с женой и ребенком собственности квартиру. А вот ниже всех прошлогодний доход у нынешнего руководителя Пестяковского района Алексея Груздева. 685 тысяч рублей. С марта он исполняет обязанности главы. До этого был первым заместителем. У Груздева в собственности квартира и часть дома с земельным участком. Очередная проблема с транспортным сообщением в Шуйском районе. На этот раз село Центральный в зоне автобусного отчуждения. Единственный маршрут, который сюда заезжает, последние рейсы совершил 10 июня. Причины проблемы выясняла Наталья Сергеева. Новость об отмене автобусных рейсов в селе Центральное восприняли с тяжелым сердцем. Постоянно проживают здесь около 250 человек. Машина есть далеко не у всех. Автобус необходим, как воздух. Очень нужен автобус, потому что у нас в поселке много студентов. У меня у самой двое детей студентов. Утром уезжают. Нам автобус очень необходим, потому что и народ у нас работает очень много в Шуе. Ну, не только в Шуе, в Иванове. Просто чисто вот доехать на тот же рынок или в больницу. Нам не на чем. Сюда заходит автобус Шуя-Колубова. Об отмене маршрута 440 жители узнали где-то в мае. Оставалась надежда, что рейсы сохранят хотя бы несколько раз в неделю. Но перевозчик сообщил, что с 11 июня заходить сюда автобусы больше не будут. Нам нужен автобус! О проблеме с автобусом здесь не знают разве что младенцы. С мамами за руку ездят на 440-м дети. Ближайший аптечный пункт или больница в нескольких километрах отсюда. В Колобове или уже в Шуйской ЦРБ. Два годика исполнилось. Зубки режутся. Температура поднялась. Надо в Колобове на столько? Никак. Они под нафт. И у них транспорт своего нет. Папа работает в колхозе. Ей волей-неволей мочалом. Они поехали на автобусе в Колобов на ФАП. 440-й ходит три раза в день от Шуй в Колобово и обратно. Через центральный перевозчик, департамент дорожного хозяйства и администрация поселения изучали вопрос заполняемости автобуса. Проверили. Снизился пассажиропоток. Хотя селяне так не считают. Это видео они сняли рано утром в понедельник. Автобус, говорят, идет полный. А у нас еще дальше Куренинова, там дальше Зименки, там тоже люди живут. И они все сюда идут. Потому что если нет машины, на чем люди поедут? Конечно, не поедут ни на чем. Естественно, идут все на автобус. Автобус отменили. А зачем? Зачем вообще людям нужно здесь? Я не понимаю. Ну забросьте нас тогда совсем все. Маршрут с заездом в центральный считается нерентабельным. Еще по одной, но весомой причине. Со слов главы нашего поселения, причина здесь плохое состояние дороги. То есть ремонт забирает какие-то значительные средства у перевозчика. Поскольку это предприятие коммерческое, то как собственник предприятия, он считает, что для него эта перевозка сюда нерентабельна. Подъезд с трассы до села центральный чуть больше полутора километров. В последний раз капитальный участок ремонтировали в годах 80-х. Дорогу уже признавали небезопасной. Хотя по ней продолжают возить детей в школу школьные автобусы. Ямочный ремонт периодически проводят, но он, как тени, исчезает в полдень. Обращались во все инстанции по этой дороге. Ее частично как-то ремонтируют. Но после ремонта ямочного, после двух-трех месяцев, она выходит снова из строя. И вот видите, что вспучило. Ямы большие. Мы думали, что нам ее отремонтируют. Мы даже подавали запрос от поселения городского, как депутаты. Нам пришел ответ. Ваша дорога не в 22-й, не в 23-й год. В план не включенный. В департаменте дорожного хозяйства рассказали, что участок дороги включен в перспективный план ремонта. Пока на 23-й год по программе развития сельских территорий. А вот с автобусом перспектив нет. Шуя Колбова и Шуя Новые Горки сейчас объединяют в один маршрут. Все, что не по пути следования, в него не входит. Изначально по схеме движения маршрут не будут заезжать ни в деревню Гнездилово, ни в село Центральное, ни в Дорожаево. Но схемой маршрутов указанные заезды просто не предусмотрены. Придется жителям Центрального идти пешком до трассы. Больше полутора километров по дороге, которая не освещается и находится в плохом состоянии. И вот представьте, как нам ходить пешком. Я лично не дойду. Идти почти что два километра до следующей остановки или надеяться на проезжающие автомобили, конечно же, нельзя. А вось иногда срабатывает, иногда нет. По сути, вот она остановка, с которой теперь смогут уезжать жители села Центральное. Но, по их словам, автобусы здесь часто не останавливаются. И приходится не один час ждать вот в таких условиях в любую погоду следующего рейса. В ближайшие дни будет объявлен конкурс и начнут искать нового перевозчика на объединенный маршрут Шуя-Колубова-Новой Горки. Пока его не найдут, регулярные рейсы будут осуществляться по-прежнему. Жители Центрального сдаваться не собираются. Собрали подписи, написали обращение к губернатору и готовы выйти перекрыть федеральную трассу. Только чтобы их село не оставили без автобусного сообщения. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Что за праздник отмечают 12 июня? Наша съемочная группа провела опрос на улицах города. Результаты покажем во второй части выпуска. А еще расскажем, где открылось сырное место и как текстильщики выдерживают давление санкций. Вернемся в студию после небольшого перерыва на рекламу. Санкции как стимул к развитию традиционно. Второе воскресенье июня – это день работников легкой промышленности. Однако ивановские текстильщики в этом году не просто отмечают профессиональный праздник. Они взяли курс на импортозамещение. Не время расслабляться, пора совершить тот самый прорыв. Готовы ли отрасль заменить ушедшие с российского рынка бренды и организовать выпуск продукции в условиях санкций? Итак, какие трудности испытывают производители текстиля? И есть ли у них план? Лимон, мята, лепестки, розы. Лето в Вичуге началось гораздо раньше календарного. Когда за окном еще таял последний снег, в этом цеху уже вовсю сшили яркую женскую коллекцию. Компания «Текстильный дом» работает с 2014 года. И все это время только набирает обороты. Планируют расширяться еще. Сегодня здесь трудятся без малого 100 человек. Производят до 15 тысяч изделий в месяц. Шьют топовые модели под заказ для российских брендов. Если какие-то бренды широко и звезды уходят с российского рынка, то сможем ли мы импортозаместить их? Да, ну смотрите, значит, сейчас пользуется спросом высококачественный отшив, да, то есть продукция высококачественного отшива. Что в нее входит? Это, значит, платья, юбки, блузки. Вот они у нас здесь представлены, костюмы. Другие тканевые группы. То, что идет на данный момент с очень высоким качеством фабричного отшива. Модные цвета, да? Да, цвета, модели. Все согласно трендам, моде. Все стараемся выпускать. Ключевое слово здесь – качество. Чтобы выполнить заказ в срок и не потерять партнера, нужна целая совокупность важных условий – профессионалы, профессиональное современное оборудование и проверка качества на каждом этапе производства. Сейчас мы с вами находимся в отделе товарного контроля. Здесь идет завершающий этап на данном моменте по изделиям. Предварительно изделие проходит несколько этапов. То есть этап термообработки изделия, придания изделия товарному виду. Далее изделие поступает контролерам АТК, которые делают непосредственную проверку изделий на все виды брака. Вообще на предприятии существует четыре проверки. Это проверка отдела комплектования, выборочная проверка мастерами швейных участков, полная проверка контролерами АТК. И в итоге у нас выборочная проверка отделом технологии, то есть что позволяет нам поставлять поставщику изделия более высокого качества. С профессионалами не только в Вичуге, но и во многих малых городах проблемы. Поэтому текстильный дом делает своих. Обучает с нуля за три месяца. А вот машину даже учить не надо. Здесь у нас новое автоматизированное оборудование, которое позволяет без ручного отшива выпускать более высококачественные изделия. Детали кроя укладываются в шаблон. Далее, значит, в шаблоне все заправляется, аккуратненько все выкладывается по линиям. Шаблон закрывается, далее поступает в машину, нажимаются волшебные кнопочки и машина сама прошивает изделия. Швея уже не нужна здесь, получается? Швея не нужна. Но швея-то своя, а оборудование импортное. Впрочем, каждая проблема находит свое решение. Логистические цепочки усложнились. Но дело движется. Поставки идут из Китая, Турции, Кыргызстана, Узбекистана. Уход с рынка крупных иностранных брендов предоставил нам особые возможности в развитии нашего производства. Мы получили достаточно большой всплеск заказов на нашу продукцию. И сейчас наши мощности забронированы до конца года. И надеемся, что государство, как и в 2014 году помогло сельскохозяйственной отрасли, закроет рынки и позволит создать в рамках нашего государства собственную отрасль легкой промышленности, которой необходимо время, чтобы встать на ноги. Если уж компания Индитекс все думает, выходить ли на российский рынок или не выходить снова, ну, собственно говоря, может быть, пусть и не выходит. А это уже фабрика в Кинишме, сердце гремевшего некогда на всю страну гиганта. Завода «Автоагрегат» почти остановилась. Отдышалась немного и снова пошло. Правда, теперь в недрах технопарка производят трикотажное полотно. Компания «Блэк Рам». В 2019 году построились, осенью 2020 запустились. У нас производство полного цикла. От вязания трикотажного полотна, окраска, сушка, формовка и упаковка. Полный ассортимент. То есть это и кулерная гладь, и футер, две-три нитки, рибана. У нас на данный момент увеличиваются продажи. Был некоторый спад, связанный с тем, что люди были в неопределенности, что будет происходить дальше. Но на сегодняшний день мы продажи наращиваем и увеличиваем производство. Работа здесь кипит круглые сутки. Словно исполинские пауки вязальные машины создают из тонких нитей полотно. Затем рулоны разматывают и отправляют в гигантскую стиралку. После длительного цикла стирки там же полотно начинают красить. Потом выжимают, сушат до нужной ширины, гладят, снова закручивают в рулон. Готово. Сейчас заказов так много, что предприятие работает на пределе возможностей. Основные поставщики у нас, так скажем, страны нам дружественные. Это Турция, Индия. И основной, конечно, поставщик у нас трикотникок – это Узбекистан. То есть санкции нас так сильно не коснулись. Они нас коснулись в части химикатов для очистных сооружений, потому что мы закупали их у финнов. И отчасти это нас коснулось для приобретения иголок для вязальных машин. Мы их закупали немецкие. Ну, в принципе, как все сейчас нашли обходные пути, те же самые немецкие иголки у нас стоят. А химикаты мы нашли российские в Татарстане. Сами вязальные машины китайские. Все остальное оборудование турецкое. Нити хлопковые из Узбекистана, эластан из Индии и Китая. В месяц здесь производят порядка 350-400 тонн трикотажного полотна. Санкции, безусловно, усложняют некоторые задачи ивановским производителям. Но и поддержка есть. У нас по-прежнему реализуются отраслевые меры поддержки, связанные с субсидированием кредитной ставки. Две трети от Мингромторга. И скидка на лизинговый платеж до 50%. За 4 месяца было подано по лизингу 6 заявок наших предприятий. На общую сумму 592 миллиона рублей они одобрены и удовлетворены. По итогам прошлого года в текстильную отрасль региона было привлечено разного рода субсидии на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году эта сумма была в два раза меньше. Что касается трудностей, то это никогда не было препятствием для наших текстильщиков. Нашей отрасли более 200 лет. И никогда у нас не было своего сырья на территории региона. Оно всегда было импортируемо из разных стран. Но кроме Узбекистана есть еще ряд стран, кто производит хлопок. По своим климатическим природным условиям. Это и Индия, и Пакистан, и Туркменистан, и Таджикистан. Задачи в новых условиях понятны и выполнимы. Поиск альтернативных поставщиков хлопка и работа со смесовыми тканями. Впрочем, Узбекистан, несмотря на далеко идущие планы по глубокой переработке хлопка внутри страны, от поставок в Россию не отказывается. Уже сейчас в Ивановской области создан масштабный трикотажный кластер. Емкость рынка в этом направлении просто колоссальная. Такое предприятие, как Миртекс, работает в городе Фурманов уже несколько лет. Прекрасный ассортиментный ряд. Большой очень спрос. И они не испытывают проблем с реализацией от слова совсем. Наоборот, у них растут и растут продажи. На территории Ивановской области, сейчас в Родниках, на территории УЭС Иваново реализуется проект Унтекс. Это инвестиции свыше 4,5 миллиардов рублей и создание 516 рабочих мест. И заходит в стройку еще один инвестор по трикотажному полотну. Это предприятие Суртекс. Сумма инвестиций больше 2,5 миллиардов и создание около 300 рабочих мест. Условия работы текстильщиков простыми не были никогда. Да, возможно, новые реалии – это тот самый толчок, который был нужен для технического и технологического переворота. Ну а пока темпы отгруженной продукции в легкой промышленности региона с начала года выросли как минимум втрое. Валентина Перекрестова, Иван Сахаров, Губерния. Итоги. В самом центре Иваново, в бывшем корпусе мануфактуры Фокинах, желающих начали приобщать к культуре потребления и даже производства сыра. На Советской улице открылась сыроварня. Она совмещена с кафе и магазином. Подробности у Татьяны Прокопенко. Двойное удовольствие. Чашечка необычного сырного кофе и интереснейшие рецепты от сыродела. Как раз сейчас Павел Кабанов рассказывает, если стейк присыпать тертым сыром брюност, он коричневый карамельный из сыворотки, получишь вкус вяленого мяса. Это маленькая деталь, но и она часть незнакомой многим культуры потребления сыра. Здесь, в недавно открывшейся сыроварне-кафе, не только рассказывают о сырах и показывают процесс производства. Павел Кабанов знакомит гостей с сырным миром. Какие вкусы, с чем лучше есть, чем запивать. Те сыры, которые готовлю я, они называются ремесленными, они называются крафтами, они делаются индивидуально. То есть это не делается на большие объемы, это делается для того, чтобы народа удивить. Они пришли, попробовали, вкусили, поняли, что они могут разбираться в сыре, они понимают, какие рецепторы должны включиться, чем можно сбить рецептор, чтобы почувствовать основу вкуса, послевкусие, потому что нотки разные. Мастер-классы здесь проводятся шестичасовые и даже двухдневные. Желающие могут попробовать приготовить сыр, который не требует длительной выдержки, или сырное мороженое. Естественно, собственное съедобное творчество можно унести с собой. Реализация этого проекта Павел Кабанов занимал с около двух лет, хотя сыры в его жизни уже два десятилетия. Подбор помещений, покупка техники, сыродел не торопился. На всех этапах проект сопровождал городской инвестиционный центр, который сейчас в первую очередь помогает бизнесу решить проблему с доставкой оборудования. По моему поручению инвестиционный центр подобрал аналоги в ряде отраслей и готов уже помогать нашим предпринимателям или по замене технологий и производственных мощностей на аналогичные, либо, соответственно, подбирать логистику и подбирать пути доставки. О сырах Павел Кабанов может говорить часами. Он собирал и собирает старинные рецепты, какие-то адаптирует. Сейчас в ассортименте больше десятка сыров. Есть уникальные. Сыр в соломе, сыр в пепле, сыр в сыре или, например, редкий земляной. Тот, что закладывается в землю и зреет там. Он очень твердый, он терпкий, он имеет грибной вкус. Сейчас у Павла закопано 200 голов. Достанет в конце июня. Где именно зреет сырный клад, сыродел не открыл и мэру. В лесу. Просто в лесу, да? Клад показывать не буду. Главное не потерять точку в навигаторе, да, если сохранить. Нет, это все. Этот проект пока не набрал обороты. Сейчас сыродел продолжает искать сотрудников, которые тоже могли бы увлечься этим миром. Для нас очень важно, что здесь появляются новые рабочие места. И, конечно же, город поддерживает такое направление развития. Кроме того, мы стремимся поддержать наших предпринимателей и снижением арендной ставки по оплате за пользу муниципальными помещениями. Ну а в данном случае мы только можем поприветствовать, что такие уникальные люди, а у нас их очень много, живут в нашем городе. Объем инвестиций, вложенных в сыроварню и кафе, превышает 12 миллионов рублей. Помещение арендовано. Но это старинное здание, говорит Павел Кабанов, удивительно подошло для его целей. При ремонте сохранили все архитектурные особенности, в том числе кирпичные парусные своды помещений. Сыродел надеется, что этот объект станет одной из обязательных точек туристических программ и экскурсий по Иванову. И в завершении выпуска небольшой опрос. Так сколько же было царских династий в нашей стране? Пять или десять? Кто был первым президентом? День России подарил нам дополнительный выходной, но оказывается, еще не все знакомы с этой датой. Наша съемочная группа вышла на улицы Иваново, чтобы узнать, помнят ли горожане историю своей родины. Вы знаете, какой праздник будет в эти выходные? Конечно. Я такой патриот. Ты знаешь, что такой праздник? Я нет. Ой, что-то вертится на языке. Проклассная точка. День России. Как звали первого президента России? Не Горбачев, да. Нет, не Горбачев. Ельцин. Путин. Вспоминать не хочу. Я не помню. Ельцин. Северную столицу России знать? Урал. Иркутск. Сургутово. Санкт-Петербург. В каком году отменили крепостное право в России? Отменили ли его вообще? 1962-й какой-то, или нет? Я не помню. Не знаю. В 1861-м. Это точно не помню. В 61-й точно, вот. А вот 1800 вроде. Сколько в России было царских династий? Пять или что? Я тоже не помню. Я знаю, была Романова. У меня три по истории было. А вы мне можете сказать больше, десять или меньше? Романова и Юрия Рюриковича. На этом все. Следующие итоги подведем в следующую субботу. Предлагайте нам свои темы, жалуйтесь, рассказывайте о проблемах, записывайте видео и присылайте на Барс в любом мессенджере. Смотрите наши новости на сайте Иванова Ньюс, а также подписывайтесь на нас в ВК, Рутюбе и Телеграме. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова